МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разом добружские предприятия допомогли обновить терапевтическое отделение в районной больнице. Вакцинация без отрыва от вытворчасти. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия. А сейчас, а в этом и иншем, больше подробно. Сумная новина усколыхнула белорусскую громадскость. Офицер Комитета Державной Беспеки загинул при выполнении службовых обвязков. Трагедия отбылась напереда дни в Минске. В вынику проведения спецмероприятий по отработке адресов, где могли находиться особи, которые имеют отношение к террористической деятельности, у одной из квадерпы от сотрудников КДБ был открытый огонь на поражение. Один из них был смяротно поранен, загинавший 1990 года на роджение. У его засталися женка и дитя. Гомельчане самые ранницы приходят до мемориала для будинка КДБ, чтобы ускласти кветки в знак памяти. Трагичная подея объеднала представников разных поколений. Ветераны, молодцы, члены громадских организаций отдают данину поваги человеку, призванем якого была оборона мирного и спокойного жития беларусов. Многие не стремливают слез. Такое, саправдой, тяжко уявить. Подобное не повинно отбываться в мирный час. Несмотря на мирное время, но погиб отец, погиб офицер. Сотрудники глубоко оскорбят. Но вместе с тем, я думаю, что сегодня работают в особом режиме и офицеры, и личный состав. Я думаю, лица, которые еще не поняли, что это очень все серьезно, должны здесь определенные выводы. Подумать о своих близких, подумать о стране, об обществе. И чтобы таких случаев у нас было, конечно же, как можно меньше. Очень прискорбно и вообще печально. И в душе какая-то пустота именно от того, что в наше мирное время, и когда любой вопрос можно решить, случаются такие страшные дела, когда гибнут люди. Когда гибнут люди, когда семья лишается родного, близкого человека. Слов нет, остаются только слова печали. И действительно, хочется сказать близким слова поддержки. И мы всей страной тоже оскорбим о столь тяжелой утрате. Он на самом деле герой, потому что это те сотрудники, которые защищают нас каждый день, просто мирных граждан. И мне сегодня хочется призвать всю общественность, весь наш актив Белорусского Республиканского Союза молодежи, в интернет-пространстве, поддержать. Потому что сейчас мы видим, сколько грязи, сколько всякого негатива льется на людей, которые каждый день, не щадя себя, защищают нас. Поэтому, уважаемая молодежь, давайте мы все вместе сплотимся против той грязи, против того негатива, который пытается захлестнуть нашу страну. По факте забойства сопрацовника КДБ распадшата криминальная справа. Протягиваются следшие деяния и оперативно-пошуковые мероприемства, накированные на установление особ, которые мают в дочинение до здеснения злочинства. Призначены шерох экспертиз. По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких, Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных проявлениях в отношении должностных лиц будут установлены и привлечены к предусмотренной законам ответственности. Генеральная прокуратура провела проверку по факте применения сброи у дочинения до сопрацовника КДБ. У ведомства подкреслили, что загинувший нападающий об грунтована подозревался в здеснении особливо небеспечных злочинствов, связанных с терроризмом. Сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь, прибыли к жилищу подозреваемого. При подготовке к проведению процессуального действия сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов. Неоднократное требование открыть дверь и впустить в жилище, предупреждение о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал. После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудника КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть. Сотрудники КГБ, действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорская проверка установлена, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством. Хамельчане и увечеры несут к ветке. Люди так само активно выказывают слова и поддержки родным офицера КДБ в СМИ и социальных сетках, а его самого называют героем. Меньше как месяц працы и терапевтичное отделение Дубуржской центральной районной больницы не познать. Новые колеры стен, покрытье подлог, коммуникации. Усё это стало мягчимым, дякуючи спонсорам, предприемствам, которые допомогли установе охоты здоровья стать больше сучасной, комфортной и утульной. Марина Саверьянова с подробностями. Наталья трапила у терапевтичное отделение с гипертоничным крызом. Дякую, что к лопатам медику, за пару дней женщина душой и телом вернулась до життя. Поглядишь на вокруг себя и сдаётся, что приехал в санаторий, скажет Добрушанка. Это именно и помогает, настроение улучшается. Когда ты приходишь в палату, лежишь, принимаешь лечение и оказывают тебе квалифицированную помощь. И ещё есть все условия. Просто настроение поднимается. А это же и способствует выздоровлению скорейшему. Паулу 30. 11 годов тому он трапил ДТЗ и отримал черепно-мозговую травму, которая позбавила молодого человека мягчимости ходить. А на его транспорте инвалидные колясы рухаться зручно не в кожной установе. Для таких пациентов в Добрушской больнице зарабили специальный покой для проведения гигиеничных процедур. Вот тут можно помыть руки и твары, а побачь помыться. При уладковании этого помешкания медики и будовники консультовалися с керовнистом областной организации инвалидов-спинальников. Я благодарен больнице сделал добро. Потому что могу обходиться сам. Идея попросить допомоги для ремонта отделения у спонсоров належит старшине Добрушской горы в Иконкама Дмитрию Козелу. И он каже, что областный бюджет и так вельми много допомог больнице. А чему бы не протягнуть модернизацию силами района. Вы видите, за последние два года, что было сделано с помощью обусполкома средств для Добрушской ЦРБ. Это гинекологическое отделение. Недавно открывали мы терапевтический корпус. Десяток предприемств отгукнулися на просьбу допомогшей районной больницы с ремонтом. Спочатку плановали обновить пару палат. Отрималось целых 13. И усе помешканье признашено для врачов и медсестер конференц-залу. Одним из первых за работу взялся фарфоровый завод. Конечно, инициатива эта очень хорошая. Потому что это не только для нашего коллектива будет возможность находиться в современных, чистых, красивых палатах, проходить лечение. Но это для бывших работников, для всего района. Это очень хорошее дело. И по мере своей возможности, конечно, будем поддерживать данные инициативы. Одни допомогали грошимы, иншие с проведением ремонту. И меньше к за месяц терапевтическое отделение стало целиком новым. У таких солнечных больничных стенах пациенты будут истинной поправкой худшей, выполненной головной врачу установы Надея Белоглазова. Здесь уже более 10 лет ремонт не делался. И была очень большая проходимость. Терапевтическое отделение очень востребовано. И, конечно же, из-за этого были определенные проблемы. Все это решено. То есть сейчас есть напольное покрытие. Мы отремонтировали стены, потолки, заменили санитарно-техническое оборудование. И это еще не все. Есть планы по ремонту другой частки терапевтических отделения, установки шкляного вонкового лифта для маломобильных грамадян у поликлинице и внутреннего обновления детячей поликлиники. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель» с Добруша. До четвертой хвали коронавируса медицинские установы были готовы. Однако нагрузку на их лепш не створать. Актуальные методы застяроги. А самый надейный и проверенный способ – вакцинация. Для зручности мобильные бригады медиков выезжают прямо на предприемства. В Мазирском райжилком ГАСе прищепку уже сделали больше 200 сотрудников. Для многих решение обумовлено тяжкими выпадками захворывания у родных и знакомых. Кто-то сам хворил и хочет продухилить повторение. У меня живой пример. У меня жена. Мы заболели двое. У ее больше 80% поражения легких. Она в «Гомеле» под Ивеллом умерла. Меня санитар спас. Он меня вовремя. Я был на самоизоляции и уже тяжело дышал. Он меня завез в больницу. У меня уже левая сторона была вся черная. И меня спасли. За 12 дней у меня сатурация стала 99. У меня сейчас сын сделал эту вакцинацию от организации «Спутник». Себя сейчас чувствует прекрасно. Но, говорит, папа, ты не жди смерти. А так как я один остался, лучше вакцинироваться. По чаще четвертой хвали коронавируса рост захворывания идет со зрушением у бок людей молодого взрослого. И вельми важно отзначить усе тяжкие выпадки у неприсчепленных от инфекции. Мобильные бригады на предприемствах района працуют уже некольки месяцев. Перед вакцинацией доктор вывучает анамнез пациента и только после этого робится укол. На выбор российской и китайской вакцины. Медики так само закликают выконовать стандартные правила профилактики. За их захованием на предприемствах и организациях сочат и эпидемиологи. Ведется очень большая информационная работа. Везде на стендах вывешены информации, что необходимо делать, какие мероприятия. Также определены уголки, где находятся дезрастворы для обработки рук. Рабочие у нас оснащены средствами индивидуальной защиты, как маски, перчатки. Также защитные экраны, где идет поток людей. Это в основном расчетно-кассовый центр. В арсенале коммунальной службы з'явился генератор холодного тумана. При его допомозе по графику робится дезинфекция помешканья. Сегодня в Житковицком районе прошли святочные мероприемства, примиркованные до юбилея мясцового торфабрикетного завода. 50 лет тому его открыли для реализации масштабной программы энергетической безопасности Советского Союза. Урочистости наведали наши корреспонденты. Залежи торфа в Беларуси действительно большие. Настолько, что конкретные объемы не подлечены до этого часа. Калюся Редзине 60-х годов минулгостагодзя у Рад Беларуси прямого решения об развитии торфяной галины размовой шла об сдобычей перепросоции омаль 20 млн тонн. За весь период работы с 1971 года по 2021 год добыто 12,7 млн тонн торфа. Произведено 3,5 млн тонн топливных брикетов. Самым удачным сезоном по добыче торфа был сезон 1978 года. Добыто 607,7 млн тонн. По производству топливных брикетов в 2017 год произведено 106,6 млн тонн. Поселок Червоная начали будовать в 1968 году. Практично одночасово с будовництвом торфозавода. Имя обрали по назву «одного зазеров» с великими запасами торфа. В уголе у свой час жидковицкий торфобрикетный лечился стратегичным объектом. Отриманная тут сыровина поставлялась на шарах буйных белорусских электростанций, что забеспечивало энергетичную безопасность Украины. У поравнений с советским периодом зараз добыча сыровины значительно сменшилась, але предприемство по раннейшим працуе рентабельно. Сёня тут завершается опошний, четвёртый этап модернизации, який дозволит, прикладно, на 20% знизить споживание электроэнергии и таким чином повысить конкурентоздольность продукции. Утым леку на сусветных рынках. Мы анализируем, смотрим, как развивается это направление и видим, что из торфяной продукции, которая, в принципе, расширяет свои рынки сбыта, и не только как топливная продукция, а как нетопливная группа, но даже если рассматривать как топливная продукция, себестоимость производства одной геккалории на таких теплоисточниках, она является наиболее конкурентоспособной по сравнению с другими видами топлива. Работники системы эдукации принимают веншование с нагодой профессийного свята. День наставника будет значаться третьего костричника. Сегодня в Громадско-культурном центре пройшло областное ушанование педагогов Гомельщины. Урочистое мероприемство наведала Ганна Корольчук. У фойе областного Громадско-культурного центра святочна и шматлюдна. Гости знакомятся с творчими выставами и делают памятные вздымки в фотозонах. На стенах размещены портреты лепших выпускников установы эдукации Гомельщины, выдатных громадских и культурных деятелей, которыми гонорится наша краина и, вядома, их наставники. Зараз на Гомельщине у голени эдукации працуются маль 60 тысяч человек, прикладнополого за их педагоги. В области Деничае 1165 установы эдукации розных узровню, которые за минулый год показали высокие выники у своей профессийной деятельности. В прошлом году учебном мы заняли первое место по централизованному тестированию. Мы вторые в области, в республике по олимпиадному движению. Серьезнейшие результаты достигаем по международным олимпиадам и различным видам турниров. Поэтому в преддверии праздника хочу поздравить всех учителей, всю педагогическую общественность с этим великим святым днем. Горжусь, что я учитель. Дома сетратки ждут, как ни старайся, все не хватает суда, часов, минут. В святочном сходе приняли удел керавництва Гомельского обл.в.конкама, управления эдукацией и голенового правкама. Лепших педагогов в области узнагородили грамотами, подячными листами и подарунками за выдатные досягнения. Дорочи сяродноставников шматых, кто лечит свою профессию призначением и присвятил ей все життя. Валентина Мартинюк у школе працует 34 годы. Мой секрет, я считаю, что учитель должен любить своих детей. 34 года я работаю после окончания института в одной школе. И я ни на каплю не сомневаюсь в том, что я выбрала эту профессию. Всем желаю добра, здоровья, благополучия, радости. Всех с праздником. А кроме того, 6 человек отримали нагрудные знаки «Выдатник эдукации». Каштовные подарунки от Громадского объединения «Белая Русь» достались от 18 педагогам, в учениках все лета отримали стубальные сертификаты централизованного тестирования. Сироту загородженных был и керавничий персонал, который организовывает зладженную работу Галины. Мы координируем работу специалистов социально-педагогических центров, специалистов социально-педагогической и психологической службы учреждений образования, которые защищают права и законные интересы детей, прежде всего детей, которые попали в неблагоприятную ситуацию в семье. Подширые аплодисменты залы на сцену поднялися и переможцы регионального конкурса «Педагогичный Алим-2021», яких вызначили в 5 номинациях. Урочистости протягнулися концертом арт-группы «Беларусы». Ганна Коральчук, Гармарышченко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине протягивается будовництво станций обезжелезвания. Только селета у эксплуатации увидено 10 установок. Еще на 9 объектах зараз протягиваются монтажные работы. В этом месяце чистая вода стала поступать и в домы Жихаров, агрогородка Ведрич Речицкого района. Вот уже некольких годов одним из самых популярных продуктов в Мясцовой Краме была случайная пятная вода. Якость воды в инженерных сетках была настолько низкой, что вживать ей было нельгана вод с применением фильтров. Ситуация начала изменяться, когда Жихары провели огульный сход и извернулись до кировництва водоканала. Я здесь уже работаю с 2018 года. И да, мы здесь делали собрание с представителем водоканала. Да, у них уже начались тогда вопросы с водой. И было запланировано уже в водоканале, что в 2021 году будет построена здесь станция обезжелезвания. Сегодня чистая вода со станции обезжелезвания у агрогородка Ведрич начала поступать в домы Мясцового Насельництва и на объекты социальной сферы, включая школы. Протяглый час ситуация тут была настолько складанная, что наставники были вымушены устанавливать специальное обсталевание. Проблему в школе решаем каким образом. Куплен специально фильтр для очищения воды. Ежемесячно меняем этот фильтр, чтобы детки наши пили чистую водичку. Дома тоже самое. Фильтры различные, чтобы как можно хотя бы использовать воду для питания, для питья чистую. Ну а проблема именно как ванны наши, посуда, конечно, это все отражалось. Надеемся, что с момента запуска вот этой станции эта проблема у нас решится. И больше таких проблем в нашей деревне, в нашем агрогородке не будет. На контроле КДК 30-го вирусня ведомство проведет две промые телефонные линии. С 10 до 13 годин можно поведомить об порушениях и недохопах, которые допускаются государственными органами и организациями в области при взгляде с воротов. А кроме того, в этот час граждане могут передать информацию об проблемных питаниях у организации харчевания школьников, якости и асортименту готовых страв, санитарного стану столовых. Информация будет выучена, при необходимости будут приняты ответные меры реагования. Это и другие новины. Информацию о проектах телерады компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Смертельный ДТП в Гомеле. Погиб мотоциклист. Примерно в 19.40 22-летний водитель, управляя автомобилем BMW X5 и двигаясь по улице Свиридова со стороны улицы Крупской в направлении улицы Огаренко, по предварительной информации, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества мотоциклу «Хонда» под управлением 48-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия, а 21-летний пассажир на марке, находившийся на заднем пассажирском сидении, госпитализирован в реанимацию. Назначено проведение ряда судебных экспертиз. Ветки мужчина завяз в технологическом колодце. Его спасли работники МЧС. 28 сентября в 19.13 спасателям Ветковского района поступило сообщение о том, что по улице Карла Маркса мужчина застрял в канализационном колодце глубиной около 3 метров. В ходе разбирательства установлено, что мужчина 1961 года рождения производил чистку коммуникаций на своем приусадебном участке, в результате чего его ноги застряли в грязи. Самостоятельно выбраться он не смог. При помощи мотопомпы и рукавной линии со стволом спасатели подали под давлением воду, чтобы размыть грязь, а затем с использованием спасательной веревки извлекли обвязанного пожарным поясом мужчину. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован. Попало в капкан по собственной воле. Ранним утром 29 сентября гомельским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в снятии кольца с пальца руки гражданки 1958 года рождения. При помощи бокореза в кольцо было снято. Состояние гражданки удовлетворительное, медицинской помощи не нуждается. Устанавливаются личности парней, повредивших стекло. Отдел внутренних дел администрации Центрального района города Гомеля устанавливает личности трех парней, которые повредили стекло в здании по адресу Советская, 21. Если вы узнали людей, изображенных на фото, то обратитесь по номерам телефонов, указанным на экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Доме футбола состоялась жеребьевка плей-офф чемпионата Беларуси по футболу во второй лиге. В решающий раунд вышли 16 команд. В 1-8 финала жребий свел двух представителей нашего региона Рогачевский Макс Лайн и Гомельский Бумпром. Первые поединки двухматчевых противостояний состоятся 2-го и 3-го октября, ответные 9-го и 10-го октября. Путевку в первую лигу получат 4 команды для повышения в классе. Достаточно выйти в полуфинал. Женская сборная Беларуси по гонболу начала в Минске подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата Европы 2022 года. 6 октября белорусскому играть против команды Нидерландов, а 10-го против Немок. Обе игры пройдут на поле соперника. В списке приглашенных на учебно-тренировочный сбор 24 гонболистки, в том числе и игроки Гомеля. Это галкипер Юлия Кунцевич, левая крайняя Наталья Котина и разыгрывающая Татьяна Самсонова. Кристина Скрипак пропустит матчи сборной из-за травмы. В Минске состоялся республиканский турнир сильнейших по фехтованию. Участие приняли более 180 спортсменов со всей страны. И в соревнованиях по фехтованию на шпагах бронзовую награду завоевала гомельская пятиборка Ирина Просенцова. В Гомеле состязалась молодежь. Состоялось открытое первенство Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. У юношей в турнире раперистов победу одержал Семен Кириенко. На второй позиции Арсений Богданович. Замкнул тройку сильнейших Данила Клеменок. У девушек сильнейшей стала Олеся Тотикова. Далее в итоговом протоколе расположились Ульяна Курилина и Александра Домоцкая. В Гомеле проходит республиканский турнир по стрельбе из лука Кубок Федерации. За награды будут бороться сильнейшие спортсмены страны в трех возрастных группах взрослые, юниоры и кадеты. Проходят соревнования на базе областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Завершится Кубок Федерации 2 октября. В Молодечную завершилось первенство страны по баскетболу среди юношей 2009-2010 годов рождения. Сборная Гомельской области под руководством Тимофея Веревкина и Романа Радьковского заняла по итогам пяти соревновательных дней второе место. Победу праздновала команда Минска, а бронзу досталась еще одной столичной дружине. В символической сборной турнира Владислав Сатыров из команды нашего региона. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова